Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил меня грешного. Номер 1014. События дня. 2 Фессалоникийсан 3.10. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. За 13 июля 2016 года. И далее. Считайте, смотрите, знакомьтесь. Какая была большая беда в России, умышленная на разрушение православия. Сектоведы Дворкина. Ну то есть фальшь. Одна фальшь. Сплошная обман. И главное, обмануты все. Давай отделы миссионерские организовывать, ставить каких-то председателей. Они вообще не понимают, что миссия принадлежит только Богу. Никаких отделов, никаких патриархов быть не может. Бог выдвигает и ведет. Диагнозы. Вот такой Дворкин. Липовый профессор. Шарлатан. Если так вот подробно показывать. Прочитайте здесь, что говорит Феофан Затворник. Места Писания. Это Серафим Заровский. Иеретики возьмут власть над церковью. Всюду будут ставить своих слуг. И благочестие будет в пренебрежении. Анатолий Оптинский-младший. Считайте, что Лаврентий говорит. 99 священников из 100 объявят себя за антихриста. Владимир Сергеевич Соловьев. Нынешний страшный упадок веры и нрава весьма много зависит от холодности к своим паствам, иерархам, и вообще священствам. И он кронштадтски. А вот это, почитайте, Сергия Строгородского. Так, вот она, миссия, где начинается. Вот это подлинное миссионерство. Как пророчество. Вот так. Я об этом говорил уже. Ну, что-то может быть в частном порядке такое один раз. А бывает такое, что она несколько период времени распространяется. Вот так. Вот, посчитайте, что здесь написано. Мне говорят, показывать это не надо, то есть скрыть надо. Михаил Токальмайев пишет. Мир, Магнат Тихонович, приехал в Тимир из Новокузнецка. Операция прошла успешно, швы еще не сняли. Чувствую себя хорошо. Благодарю Бога за ваши отца и Акима молитвы, а также братьев и сестер. Низкий поклон всем. Болезнь мне идет на пользу. Пока лежал в больнице. Было много бесед с врачами и больными о Боге, спасении души. Взял с собой пачку визиток, сайта и форума. Все раздал. А в последний день еще и не хватило. Думаю, что надо будет приехать и пораздавать. Тем кому не хватило. Мне должны продлить отпуск. Так по закону положено. Очень хочется побывать в Потеряевке, сообщить. Пообщаться с братьями, помолиться с вами, поучиться у вас. Игнатий Тихонович, для спасения своей души, для передачи другим ищущим и жаждущим. Правда. Вот коротко только то, что взял из того, что пришло. Всякие пакости заходят. Матерщины просто другой раз заваливают. Кто такие под разными цифрами, никами, как говорят. Ну, безбожники. Но сорвали вот этот запор всегда священники. Это прихожане. Они на что угодно идут. Вот мы были в клочках. Ну и там здоровый, дубовый такой буквально староста их церкви. А ходит-то 10 человек. 10 человек на тысячу. И он ничего не может сказать. И стоит, и матюгается. И все знают, что это староста. Матюгами гонит нас. Что сделаешь? Его накроют фартуком. И Петрахилю простят. Уже умер. А лагерь так и остался. Мы так на миссию едем. Сейчас везде пугают, говорят, 20 числа этого месяца. Вот. Будет принято, утверждено указ, что миссия не разрешается, миссионерство. Только те, которые отделы миссионерские, дворки нам насажденные, благословенные там и прочее. Ну и баптисты, другие задают вопросы. Как это? Никак не может быть. Это издыхание власти перед полным пришествием Антихриста. Апостолам запрещали накрепко говорить. А кого больше слушать, они ответили, вас или Бога? Ну что, свидетели так называемые Иеговы, они будут сидеть, не пойдут? А 50 тысяч рублей штраф. Ну то есть деньги нужны. Больше ничего нет. Деньги-то. А благовестием еще не нужно. Ну кто будет проповедовать-то? Ни Березовский, ни Ходоровский. Найдутся свидетели, которые были и будут всегда. Конечно, этот закон до старобрядцев никакой роли не играет. За 300 лет ни одного благовестника, не говоря про миссионерство, только через смешанные браки. Вышла за него, осеменилась, а дальше можно развестись. А дальше можно опять вернуться к себе. Ну, совершенно никуда никак не годится. Вот это наш, показываю, страничка в моем мире. Как она выглядит. Другая есть. Там я с голубем. Не там, а здесь. Кисти не два. Если что нужно, срочно напишите. И наш форум. Форум большой очень. Очень большой. Вот он как выглядит. Посмотрите. Вот здесь вот новое сообщение. Нажать. И тогда на первой странице будете. Регистрируйтесь. И вот общий поиск. Вот кто сегодня спрашивал, вот как это, откуда это. Ну вот сюда нажмите и вставьте. Нужен общий. Не поиск по темам, а общий поиск. Вставьте слово это и сразу у вас выйдет. Какие фильмы смотреть христианам? Там отдельная такая тема. Здесь у меня трудно перекрещается. Заплатил за два месяца вперед по 450, кажется, рублей. В месяц и нигде денег нет. Ни одного скайп-разговора не делаю. Не перекачиваю фактически ничего. Ну, то есть только замки снимаю, которые администрация ставит. Ролики отсылаю. Ну, как правильно, неправильно так. Ничего больше не делаю. Может за то, что днем я иногда открываю, смотрю, смотрю, и за то, что открываю, берут, тогда вообще непонятно. Вот сегодня поставил опять православный видеоканал. Вот как он выглядит. Три миллиона просмотров. Три тысячи девятьсот семьдесят подписчиков. Ну, и вот сегодня по девять роликов поставлено. Девять сразу с утра. И сразу уходим на работу, эпиграф. Работа очень тяжелая, никто не выдерживает. Больше всех на солнце Никита мог продержаться. Воспарение идет от земли. Солнце пищет. И поэтому старались так попадать на лесоповале, где тень от деревьев падает. Я до обеда работаю и дальше ухожу. Вчера утром, оказалось, прислал, говорят, Андрей Головач из нашей общины. Мне подарили, так я понял, или до лагеря сказать, пилу механическую. И Роман Малыш уже ею пилил. Я сегодня там буду говорить, как удивительно сочленяются события разные. Вот о чем задумаешь. Все, что не начнет, успеет. Вот это прямо здесь говорится про нас. Видите, какие. Непонятно, что с Тимофеем. Должны были отправить его вчера 13-го. И вдруг отец приезжает там, дороги говорит. Не знаю. Ну и дальше, что у нас самое ценное, это сайт православный библейский. И самое наиглавнейшее во всем, что у меня есть, это 4124 ответа по темам. По темам. Вот сегодня только поставил. Сейчас посмотрю, посещаемость какая есть. Вот нет. В 9-й. Только поставил. Надо уходить скорее, закрывать все. Иначе денег не хватит. Вот тут. Сейчас обновление, если произойдет, можно будет увидеть, какая посещаемость. Главное у нас это работа. Работа. Непрерывная работа. Вот она. Что тут получается? 8 просмотров. Попал под подозрение, и мы расстанемся сегодня же. 15 просмотров. Вот. 12 просмотров. 10 просмотров. Сколько? 26 минут назад. Для нас это считается уже хорошая посещаемость. Потому что та, которая дальше была, уже там 500-700 за тысячу. Несколько дней пройдет. большие темы. Ну, и на этом все. Выключаю его. Главное у нас здесь, это труд и молитва. Труд и молитва. Это житие святого Антония Великого. Я так при встрече утром расскажу. Подробности еще какие у нас были. Смотрите. Просим помолиться, чтобы Господь благословил нас как-то дотянуть до 2 августа. Но каждый спать уже ложусь. И в это время звонок. Полиция. Еще ни разу, повторяю, ни разу, не оскорбили, не угрожали, не делали намеки какие-то. Спокойным голосом. Ну, как у вас дела? Ну, слава Богу, у нас все. Я говорю, вашими святыми молитвами. Дети-то все здоровые. Здоровые. Дежурные. Видно разные телефоны. Я их помещаю себе. И все. Ну, всего хорошего. Я тоже им хорошего. Видите как? Можно работать. Дети веселые, радостные, здоровые. Ну, и больше еще, еще надо-то. Вот. Потому что, видно, закрывают детские лагеря. Вот сегодня мне скинули материал такой. Детский лагерь закрытый. Вот я посмотрю сейчас счетов. Вот он. А-а-а. Тут надо посмотреть. 110. Так, 20. Вот детский лагерь. Посчитайте сами. Анна Полянская. Вот у них. Просчитайте просто. Маленько затормозите и просчитайте. Ну, и говорит, какие же у вас православные, когда посты не соблюдали? Ну, вот такие православные. У нас соблюдаются все. И как-то вот их детей толкали в автобус, всех посадили, и проще все это рассказывается. И сидели при жаре, без еды, без... Ну, с нами так не поступали. Мы сказать не можем этого. В общем, если в общем все-все-все взять, кроме, ну, угрозы, ничего не было. Не хватали наших детей, не толкали. Мы вот сегодня выставили материал, как смакетировать подобное гонение, когда будет их автомат. Видите, как мальчик тут стоит. Рассмотрят. Посмотрите, кому надо, просчитайте. У нас этого не было. Но если такое может быть, они все могут. Но нас пока не трогали, не били, не толкали, ничего нет. Вот как оно выглядело, на Рафа-Минский район. Мы только молимся. Вот что об этом, от отзывов какие. У нас другое. Дети радовались. Здоровая, не отравленная, не сходятся с их нормами. Ну и закрыли. Повторяю. У них пылевая стрельба, спортивная. У нас ничего этого нет. У нас работа, труд, свежая выпечка и соки. не дарили слепу. Вот так вот, такое сохранить, на память оставить. Все на этом. Заканчиваем. Благодарим. Вчера эту пилу новую подарил, но обновили уже, поработали на ней. Ну, Роман, надо, чтобы людей наших научил хорошо понимать. По славу Божию.